Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Полтора года назад По нашей инициативе И армянская сторона тоже приняла Мы создали так называемый Общественный форум Израиль Армения Израиль В который Несколько человек отсюда И то же самое из Армении Мы начали сотрудничать все время Под эгидой Межпарламентской Группы Дружбы Я остался председателем от Израиля А от Армении генерал-лейтенант профессор Гай Кутанчан, я его знаю давно, больше 40 лет, так что общий язык у нас как бы был. И мы начали работать вместе с депутатами, и это как бы уже первые плоды появились. Определили задачи, начали лоббировать прямые полеты. Вот я, давайте, Александр, я вас здесь остановлю, передам слово господину Ромкину. Но, как я понимаю, вот это ваша подготовительная деятельность привела к тому, что недавно было установлено два прямых рейса из Еревана в Тель-Авив, в которых мы и, так сказать, летали, принимали участие. Александр, ваше впечатление. Получили невероятное, конечно, удовольствие. Но, во-первых, огромное спасибо вот этой самой компании, которую возглавляет не авиакомпания, а вот этой группе. Этому форуму. Этому форуму за то, что нас пригласили. Спасибо ребятам из авиакомпании, что свозили нас туда. И спасибо нашим армянским друзьям, которые нас там совершенно замечательно принимали и показывали страну. На самом деле Армения была для нас какой-то терра инкогнито. В Израиле очень знают и любят Грузию, очень любят туда ездить. А казалось бы, страна, лежащая рядом, похожая по климатическим условиям, похожая по природным условиям, похожая по своему богатству и так далее, и так далее, и так далее, по кухне и так далее. Она оставалась вот таким закрытым пятном. Я знаю, что во многом это объяснялось и политическими моментами. Я сталкивался в своей жизни, в своей истории на различных международных телевизионных форумах с телевизионщиками и радийщиками из Армении. И мы, в общем-то, были с ними определенным образом даже где-то на ножах, потому что мы их обвиняли в том, что они сближаются с Ираном, и что у них антиизраильское настроение. Они нам в ответ говорили, в общем-то, прямую, еще более обидную вещь. А вы, типа, словочи, не признаете геноцид армянского народа. И дружите с турками. Да, и дружите с турками. А мы вот, мы признали Холокост, а вы, вот, негодяи, такие не признаете. Мы пытались очень, ну, я как бы поясню, да, Израиль пытался очень много лет уходить от этой темы из-за своих, как бы, близких отношений с Турцией, чтобы не портить отношения дружеских, союзнических, которые были в свое время. Сегодня, наверное, так сложилось, и виноват в этом не Израиль, а как раз-таки Турция, что наши отношения с Турцией сходят на нет. У нас положительные отношения с Турцией сходят на нет. Это прекрасный повод и прекрасный момент с точки зрения тайминга наладить хорошее отношение с Арменией, в том числе, и признать, наконец, уже, господа, это стыдно, признать уже, наконец, геноцид армянского. Александр, вот, по моему впечатлению, в предыдущие годы у нас были более, скажем так, теплые отношения с Азербайджаном, чем с Арменией. Сейчас мы начинаем видеть, что вектор как-то это, ну, я не могу сказать, что меняется, а расширяется, скажем так. Вопрос мой, может ли Израиль сохранять одинаково хорошее отношение с Азербайджаном и Арменией, с учетом того, что эти страны, в общем-то, воюют между собой? Смотри, очень часто еще одна тема поднимается, когда я бываю в Армении, мне задают вопрос, вот, вы поставляете оружие Азербайджану, вот, и видите, мы воюем и так далее. Я уже несколько раз им объяснял, и мне было, в общем-то, интересно, я прочитал как раз вчера информацию из Армении, я говорил, что Израиль предлагал поставки вооруженной техники, оборудования, и Армении тоже. Всем известно, что Израиль является одной из таких ведущих стран, экспортирующей военную технику. Я говорю, а Израиль предлагал, но ваш же бывший министр обороны, давая интервью, это было написано в прессе, сказал, вы знаете, это, в общем-то, дорого было для нас, поэтому мы отказались. Более того, я еще один вопрос поднял, и со мной в Армении тоже согласились. Армения является членом УДКБ, и у меня такое ощущение, что ваш северный сосед не очень заинтересован, чтобы Израиль поставлял вооружение, а ему было бы намного лучше, чтобы Армения покупала вооружение в России. Что собственно и происходит. Что собственно и происходит. И еще, а почему вы не обращаетесь к руководству вашего стратегического партнера России, почему же Россия поставляет в таких больших объемах вооружение Азербайджану? И тут они как бы согласились. Сегодня я прочитал интервью замминистра иностранных дел. Сейчас по ходу того, что Цахи Анегби в Армении, там было очень много встреч на всех уровнях. И они говорят, мы опять убедились, что Израиль готов поставлять вооружение. Говорит, все зависит сейчас от нашего Министерства обороны. Так что к Израилю никаких претензий нет. Александр, вы затронули эту тему, щекотливую тему в отношениях между нашими странами, касающуюся геноцида армянского народа. И да, на самом деле у нас эта тема, она как-то тормозилась в парламентских кругах, чтобы не раздражать нашего северного, еще одного соседа Турцию. Но последние годы мы видим, что господин Эрдоган вообще плевать на нас хотел. Он использует любую возможность, чтобы атаковать Израиль. Сейчас во время нынешнего конфликта на Храмовой горе он опять выступил с резкими осуждениями Израиля и так далее. Сегодня было заявление лидера партии Яшатит Ярлапит, который сказал, что надо покончить с этой практикой и признать, и хватит обращать столько внимания на Турцию, которая к нам так относится. Возможно, прорыв в этом совершенно справедливом исторические решения, признании, или Израиль все-таки будет опасаться, и Турция по-прежнему для нас имеет довольно большое стратегическое значение. Как вы думаете? Я не думаю, что прорыв как бы близок, и что кто-то сегодня пойдет на решительные шаги в этом смысле. Хотя, повторю еще раз, это ужасно стыдно, это ужасно обидно и неправильно. И я прекрасно тут понимаю армянский народ. Но другие страны, которые, может быть, в военном отношении и в финансовом отношении не намного сильнее Израиля, решаются на эти шаги. Они решаются на прямую конфронтацию с Турцией, причем некоторые страны, которые находятся с Турцией в одном военно-политическом блоке, члены НАТО, они признают, более того, некоторые страны, такие как Франция, они не только признали геноцид армян, но они также приняли закон, по которому те, кто отрицает геноцид армян, несут уголовную ответственность, аналогичный как бы закону о Холокосте. Поэтому рано или поздно это произойдет, но, к сожалению, зная наших политиков и зная их, скажем так... С разных сторон. С разных сторон. Это точно. Это не произойдет скоро. Я хочу добавить, тут еще такая вещь была. Мы же этим часто обращаемся, да, к депутатам. И что было? Когда у нас были хорошие отношения с Турцией, нам отвечали, ну, у нас хорошие отношения. Сейчас мы признаем геноцид, появляется много проблем и так далее, и так далее. Потом, когда вы помните так называемую флотилию мира, да, и когда отношения разладили с Турцией совсем, мы сказали, ну, смотрите, вот что творится. Вот сейчас, может быть, действительно время, давайте займемся этим делом. Они говорят, да нет, понимаете, у нас сейчас такие плохие отношения с Турцией, и если мы еще признаем геноцид, так это же вообще никогда мы их не исправим. То есть, те политики, которые не хотят, они каждый раз будут находить какую-то причину. Но что самое интересное? Все опросы социологические, которые проводятся в Израиле, дают однозначную картину. По всему Израилю это порядка 65-70% признают геноцид. А если взять только выходцев из бывшего Советского Союза, там это примерно порядка 80%. То есть, а в парламенте сидят как бы избранники народа, они вообще-то должны прислушаться? Ключевое слово как бы. Я хочу сказать, что если среди наших зрителей есть те, кто сомневаются, турки же отрицают, что было геноцид, кто в этом сомневается, в Ереване есть музей геноцида, сходить и посмотреть документы, которые там есть, фотографии. Турки отрицают формулировку. Турки заявляют, что была война и виноваты во всем сами армяне. Это нормальный способ защиты. Мы же знаем, что сами евреи виноваты в Холокосте, да? Ну, давайте так, давайте мы вернемся к началу нашего разговора. Подписаны документы, Александр, следует ожидать расширения нашего сотрудничества и в каких направлениях? Да, смотрите, я вам сейчас скажу, что как бы несколько договоров, которые подписаны. Ну, есть один чисто технический, это касается только владельцев ДИП-паспортов, безвизовый режим. Следующий этап был обещан, что израильтяне будут приезжать в Армению тоже без визы. Как страны Евросоюза и сейчас расширение. Я добавлю, что мы во время нашего посещения, это первый вопрос, который, в общем-то, поставлен на полоску дня. Потому что, когда мы в аэропорту больше часа ждали оформления виз, мы уже израильтяне отвыкли от этого. Да, это было ненормально. Кстати, после этого я как раз был в Министерстве иностранных дел, говорил, и мне пообещали, что очередной список стран, которые готовятся, там должен быть Израиль. Подписан договор о снятии вот этой дурацкой вещи, как так называемое двойное налогообложение. Это со всеми странами потихоньку подписывается, чтобы бизнесы начинали работать как бы нормально. Подписаны договора о сотрудничестве в сфере культуры, науки, спорта до 2000 года. И выделено еще две темы, об этом говорили и с премьер-министром, и, значит, с Министерством по информации, вот IT и так далее, и так далее. Что эти две области, информатики, киберзащиты и использования на работах израильских айтишников, то есть хайтыка, что здесь есть как раз та область, в которой можно найти общий язык, особенно использовать, например, в том же сельском хозяйстве. И это основное направление, которое выделено в первую очередь. И что еще было приятно отмечено, что один из толчков вот этого активизации такой, это то, что на общественном уровне взаимоотношение между нашими странами последние два года активно расширяется. Почему я могу сказать, что все рейсы, как ни странно, я даже сомневался, идут полные. Два раза в эту неделю заполнены рейсы, и я знаю, что сейчас ведутся разговоры, может быть, увеличить количество, а с другой стороны, на следующий год должна и израильская авиакомпания тоже начать рейсы прямые Израиль-Альмении. Ну и сотрудничество вообще на всех уровнях, в том числе и журналистов было, как мы знаем, во время нашего рейсы. Совершенно верно, мы наладили серьезные контакты с хорошими ребятами, с профессионалами, с журналистами. И мы видели, насколько доброжелательный и гостеприимный относится к нам, к израильщанам, к Израилю. Кстати, один из каналов армянских попросил меня, вот я даже вот этот материал тоже с твоего согласия, он говорит, если у вас выходят в Израиле какие-то материалы, и видео, и текстовые, присылайте их к нам, мы будем ставить у себя, потому что мы заинтересованы, чтобы взаимоотношения наши расширялись, и как работа в Израиле, так же и работа в Армении. Ну что ж, будем считать, что это первые ласточки, которые наладят и воздушный мост, и вообще отношения между нашими странами. И завершая нашу программу, у меня лично, я не знаю, вы присоединитесь, может быть, тоже одно пожелание к армянским друзьям, как-то упростить выражение «спасибо» на армянском языке, потому что, когда мы спросили, какая «спасибо», нам ответили, вы все равно не сможете сказать, говорите «мерси», и все. Шнорак-аруцун, это слишком длинно, да. И пусть это будет последней проблемой и трудностью в наших взаимоотношениях. Спасибо вам, господа, за эту передачу. Спасибо. Всего доброго.